привет народ поехали понедельник день тяжелый чувствую тут что-то очень тяжелая посылка прям чтобы вы понимали прям нормально так берешь в руки и чувствуешь что там ни один ножичек а что-то 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 прям что-то там тяжеленькое ну-ка давайте посмотрим вот так вот ухты вот так здесь у нас ухты какая грядка вот так все четко пронумеровано так вот так вот это правильно видите 1 2 3 4 5 ну вы понимаете что нас сегодня ждет на поехали вот так связка у нас пара папа пам пам яралаш сегодня нас ждет яралаш каждый пакетики запакованы ухты как как все педантично так мы их сейчас и будем по порядку 1 2 3 4 5 и поехали поехали так записулечка где-то здесь я думаю да если есть на вижу вот здесь текст просматривается текст просматривается так 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 ну-ка вот так вот оторвем вот это посылочка у нас со львова и вот вашему вниманию народ вот так вот можно нажать на паузу и все читабельно все все должно быть видно вам в общем поехали так вот так давайте мы так так вот и выложим третья пара потом что тут у нас есть вот это по моему да я что тут просто вижу китаец китайскую прям или это обе китайские но это это походу что обе китайские так это сюда вот так вот давайте мы их и разложим этот куда это 10 сюда так это шоу по листу сюда зидипишка или нет вроде как зидипишка да зеленая сюда этот товарищ у нас вот здесь лежит я так же раскладываю чтобы вы понимали как по фотографии просто что вам не видно там будет на камеру но лежать они у меня будут тюки в тюки точно так же и вот это сюда да 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 все есть поехали нож номер раз затащить отполировать отрегулировать третью пару так давайте я буду одевать и чаще дабы я не напрягал очень отка свои а работал комфортно кнопочки есть контакт поехали дальше так 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 и пакетики для он нашел оп я не так я понимаю много разовым потом раз его носов и прокладем так столько сети sbd1n но вот такая вот неприятность не приключилась видите да покорябали и немножечко покорябали покорябали короче не знаю как показать ну вот прям на камеру это еле видно а вот глазами когда смотришь прям ну реально печалька и с этой стороны видно вот так вот и с этой стороны так полирнуть ну здесь как бы смотрите здесь ну финиш здесь не с этим многие подумают что с этим но реально здесь не с этим финиш давайте попытаемся показать вам здесь финиш реально фреза вот от фрезы видите да борозды такие а а вот внизу когда на перелив смотришь вроде как сати но реально это вот это достаточно таки уверенный след от фрезы чтобы вы понимали а мы сейчас ему сделаем красивый крупный сатин восьмидесятым зерном и будет огонь просто поехали это сюда это сюда и восьми десяточках мы сейчас бляжик и будет будет просто супер красота иди сюда иди сюда иди сюда восьмидесятым с с с чувствуешь еще лучше чем до аварии смотрите как было до аварии и теперь смотрите как у нас будет супер просто огонечек я считаю намного лучше чем было и мы сейчас красиво точно также попадаем с другой стороны будет просто бимба так то что мы потом сразу откладываем 2 заменить шайбы отцентровать лезвие отполировать лезвие заточить отрегулировать пара 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 чипара надо говорить на эту штуку вот это чипара это не пара это чипара и вот это да тут прям тут прям короче народ прям короче чтобы вы понимали вот так вот чипара чипара тари да рада тарам в общем пакетики мы пока в сторонку и поехали 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 мы тебя пока выключаем ты нам пока не нужен так чипара чипара чтобы нам не пришлось тут бланку точить потому что мне кажется что таки да таки придется посмотрим сейчас лайнер видите уходит и управится в ту сторону алю здесь ну как бы ого-го сейчас будем посмотреть что у нас здесь получится и почему у нас это все это просто да это просто да так 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 4 не пойму ну да вот эти две штучки у меня местами опять поменяны да уж да уж да уж да уж короче я надеюсь нам батарейки хватит на камере тут печаль беда печаль беда тут короче что-то вообще непонятное кто-то тут что-то пилил стучал короче что-то видите да сначала побитое все потом ну короче вообще не пойму что здесь происходило смотрите на срез какой-то он какой-то не такой как ему должен быть так поехали ладно не тем кручу меняем сюда иди так 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 как же я люблю такие ребусы что здесь было что здесь короче что то здесь было непонятное такое ощущение что тут его кто-то пытался принять она побить чем-то то ли оттянуть то ли отклипать потом что-то ну короче что-то тут что-то тут было непонятное мы наверное об этом уже никогда не узнаем тут тоже что-то с логотипом творилось с этой стороны вроде нормально с этой стороны творить печаль беда что-то с ним тут что-то с ним происходило заменить шайбы понимать бы что здесь что здесь какие здесь у нас какие здесь проблемы во первых очень сильно жесткий очень сильно жесткий этот самый скажите лайнер сильно прям загнутым но очень усилия прикладывать нужно хорошие такие для того чтобы для того чтобы вот этот нужно надо здесь нужно разбирать и смотреть что тут дальше буду сейчас так 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 мы делаем делай 1 теперь смотрите делай 2 и вот этого угла будет достаточно более чем для того чтобы нож нормально фунциклировал так сказать это иди сюда теперь что здесь у нас здесь у нас видите да кривой лайнер потому что видите вот здесь все четко а здесь он выпадает стремится выпасть то есть он здесь реально согнутый вот видите на зазор зазор и он торчит а вот здесь вот-вот-вот-вот-вот выходит куда куда он вышел зачем вышел почему это происходит такого не должно быть кривенький не должно быть снимаем то есть вытаскиваем лайнер не смотрим что с ним не так он кривой как вообще он погнутый весь раз 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 ровняем его на ровной поверхности нужно ну вот более-менее опачки все сейчас ровно пробуем поставить на место и все равно он таращится то ли это накладка короче кривая да это накладка вот накладку кладу на стол она видите да вот вот в эту сторону то есть она вот так вот выгнута а должно быть ровно вот я сейчас ее ставлю давайте буду буду как-то пробовать вам показать что-то надо ровно и вот давайте возьмем ровную плоскость качестве ровная плоскость у нас досточка будет служить ставим на досточку и смотрите видите да вот этого не должно быть когда мы здесь ставим то здесь поднимается когда здесь там то здесь понимать вот вам вот вам откуда и вот так вот так вот все в конце у у нас получится ну не у нас получится а у хозяина ножа получилось у нас все в конце ровно получит у нас все будет в конце ровно так ладно давайте мы как бы это все собрать особо ну все собралось и вот так раз теперь вот так вот два теперь сюда банка 3 ты же тут было я же помню 3 чипара 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 теперь нам что нужно нам нужно вот это сюда и правильно вот это сюда 1 2 3 4 5 болтик сюда надо поставить и зажать его прям плотненько зажимаем и теперь у нас есть несколько скажем так отправных точек то есть вот это вот втулка вот это вот банка у нас должна равняться толщине клинка плюс две шайбы поняли да вот этих вот 2 шайбочки вот это вся вот этот весь бутерброд вот так вот собраны должен по толщине своей 450 должен быть равен вот этому всему 397 то есть здесь 4 должно быть а у нас 450 и все болталось то есть на пол миллиметра больше у нас набор чем должно быть то есть по идее у нас болтаться не должно наоборот тула клинок должен открываться почему все болтается тогда непонятно 08 помните да что то у нас уже была такая ситуация где мы меняли вот где мы меняли вот я вырезал из вот этого второпласта короче повторяется история тоже сейчас будем вырезать новые шайбы ставить и все станет на свои места я не помню давайте если я вспомню вот здесь вот видео будет здесь или или здесь ну короче в каком-то углу будет ссылка на видео вот в котором мы это все делали если я сейчас не написал и вы до сих пор ссылку вверху не видите то напишите мне русик добавь пожалуйста ссылку и время которое сейчас вот вы видите у себя на экране время воспроизведения я добавлю потому что я могу забыть потом это все вот у нас помните мы вырезали вот эту штучку на токарном точили вернее не вырезали на токарном точили вот эту историю и рубили шайба шайба а внутренний диаметр чем мы рубили я не помню я не помню на 5 балда по-моему такой же нож до 490 гриву грубо говоря пятерочка будет прям классным так как так 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 это это шо у нас это шесть это много нужно меньше нужно ниже 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 чем я его рубил я уже не помню это шоу на туризму будет слишком мало 420 вот видите да здесь конус уходит по внутрь это мало нам нужно такую же трубку только конус чтобы наружу уходил и будет все хоккей ага вот она нет нет хотя вроде как вроде как да но на самом деле нет так 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 это тоже нет это снова нет это опять нет ну-ка вот это может быть ну-ка 460 трошки мало это трошку будет но это 6 кстати чем же и пятерочку ешь пятерочку пробивал было у меня на 5 миллиметров сто процентов помню это 6 шестерочка была у меня просечка на 5 миллиметров кстати на это называется просечка вот 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 она сто процентов помню до 4 8 да вот это вот просечка на 5 миллиметров у нас будет так выталкиваю туда ух ты увидели как фервер это на место иди сюда так все 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 так теперь теперь что он нам сделать что нам сделать чтобы 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 что алмазный надфилечек нам нужно чтобы поправить это все сейчас если конечно он встанет не встает хорошо все отлично алмазиком мы поправим режущую кромку алмазиком поправляем режущую кромочку и все четко сейчас теперь мы можем хоть рубить хоть хоть вырезать как удобнее можем хоть молотком это делать вот как я это сделал сейчас раз хоть помните в прошлый раз шуруповертом это делал прорезал шуруповертом и эффект был точно так же точно таким же так теперь внутряночку стоять 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 и нам дорогого стоишь чётенько по центру конечно чтобы вообще идеально это сделать то нужно как-то вытащить себе просечку ухты чтобы идеально это все сделать чтоб четко по центру было чтобы не гадать вот это угадал я или не угадал хотя в принципе угадывая процентах по 90 90 случаев 95 по центру чтобы она была но как больше понимаете да не угадывать это можно сделать на токарном станке просечку чтобы все четко чтобы она была четко по центру все 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 так 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 вот это мы выбрасываем вот это ну-ка а они короче на вот мнение не катит что-то я вроде как считал считал 390 почему так 390 мне 5 нужно что-то я не то короче посмотрел что-то я не чем я делал эту просечку на 5 тогда что-то я вообще не понимаю что это такое давайте вот так сделать и тоже мало не катит не катит чем я делал просечку на 5 скажите мне где это бравая просечка что-то 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 тут не то что-то 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 тут не то ну-ка что-то вот если мы это прям уже много да нет это вот как раз она и есть видите чётенько вообще не болтается ничего короче народ что-то я не так спланировал это все дело проверяем одна есть четко ровно 2 еще чуть со смещением окей делаем еще разочек делаем еще разочек замечательно есть 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 вот так чтобы не бить на глазок можно сделать просечку поняли вы да стандартную один удар и все все сразу было но это же надо заняться просто что вот уже я смотрю что вот тенденция такая вот намечается что вот такой размер он ходовой то есть наружные 10 внутренние 5 можно делать потому что понимаете да если конфетти можно делать если делать ну как бы один размер только они же каждый нож со своим размером не получается что один размер на всю линейку там каких-то там ножей получился так раз ставим сюда а так как раз тихо тихо теперь клиночек тихо теперь без разницы какая шайба сверху и сюда копочки все так ничего у нас получается страшный люфт то есть у нас здесь ну как бы давайте попробую показать вам что здесь у нас получается у нас здесь кто-то что-то кто-то что-то здесь химичил короче смотрите вот в чем проблема проблема в том что вот там дыра гораздо больше чем чем лайнер который должен сюда становиться а за счет чего за счет того что ну кто-то здесь чем-то поработал то есть что-то здесь все таки пилили и дыра здесь видите да она больше чем должна быть теперь что мы здесь делать можем это мы можем оттянуть чуть-чуть сам лайнер сейчас можем чуть-чуть оттянуть его давайте попробуем посмотреть что здесь у нас какие варианты есть до варианта на самом деле не много вариант здесь у нас один только оттянут чуть-чуть лайнер вот в этом месте давайте мы его отметим сразу мы его отметим сразу будем помещаем в этом месте нужно чуть-чуть его оттянуть каким образом это сделаем точно так же как и всегда берем наковальню берем молоток берем вот эту историю и оттягиваем ланировщик это есть не хорошо но человек здесь уже начудил что уже варианта у нас не остается других только так и никак иначе так вроде как идет потихоньку вроде как идет потихоньку сейчас посмотрим что у нас получится народ я сразу предупреждаю давайте что вот если вы сами дома вот вот начнете расклепывать лайнер а потом не получится у вас то не присылайте мне русик переделать у меня не получилось я сразу не лезьте туда где вы не понимаете как работает физика как ведет металл еще у вас получится что-то или не получится что вы должны четко понимать если вы не понимаете то не не лезьте туда я вас прошу смотрим что у меня получится так так у меня получилось все четенько как новые короче становится на самом начало раз все видите да я расклепала вниз ушел металл у меня все странное место все народ не вздумайте это повторять дома я вас прошу я переделывать не буду вот увижу что кто-то что-то такое чудил присылаете русик криво все 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 я сразу рине пацаны назад поэтому даже не присылайте если вы уже сами там что-то сами что-то там уже дело все у нас встает видите на замочек до конца уже не упирается и люфта уже нет здесь по этой причине я предупреждаю сразу народ не вздумайте сами этого делать дома повторять как это знаете действия выполнены профессионалом не вздумайте повторять это в домашних условиях так об все никакого люфта не продольного не поперечного никакого вообще лайнерочек становится на место смотри оп и закрывает замок все это повторять не нужно сразу говорю что ну как бы будет 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 горе и беда все клиночек станет у нас сейчас по центру если мы его подожмем вот так вот видите да все вот здесь нужно поджать и клин становится по центру все зажимаем два винтика у нас осталось стяжных нам нужно их стянуть и все и ножичек готов и осталось что заточить правильно правильно поехали раз поджимаем с этой стороны 2 теперь с этой стороны наверное на фиксатор сразу давайте посадим и сразу всего и посадим на фиксатор так 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 опачки аккуратненько сейчас мы зажмем сначала вот этот винтик ну нужно либо зажимать полностью или он будет перетягивать вот так вот и теперь на сегодня мы отпускаем и смотрим нет слишком зажат видите за отпускаем теперь вот этот винтик и теперь смазываем уже сегодня смазываем осевой капельку туда протекло и теперь уже зажимаем вот этим винтом регулируем ну поняли плавный ход а а всего уже подожмем подстроив его к этому виду но я надеюсь я понятно излагаю вот в принципе нормальный ход в принципе этого достаточно и сейчас еще раз каплю на всякий случай капулечку сюда на всякий случай все и теперь вот этот винтик мы еще чуть-чуть отпустим а всего уже подожмем все и теперь у нас будет идеальный ход клинка при этом всем опачки вот так вот легонечко там сегодня спрашивал кто-то в комментах что руслана если у меня нет шприца что сделать есть вот бутылечек заводской и шприца нет то возьмите зуботычку капните капельку на зуботычку на кончик и зуботычка аккуратно разнесите туда внутрь по ниточкам резьбы и все у вас будет хорошо опачки легонечко подтягиваем все смотрите и смотрите клиночек у нас автоматически становится по центру вылетает залетает и все остальное так ну наверное мы убирать еще пока не будем люлюк но усыграя тики дуй с этим ножом все осталось его заточить на заточку мы его откладываем просто сторонку здесь видите несколько в общем видно да я надеюсь что несколько скажем так плоскостей нет еще не все стоят я извиняюсь клипсу 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 чуть не забыл клипсу так клипса с какой стороны у нас была не помнить наверное вот с этой все таки раз мы на место и поставим сюда опять же фиксатор резьбы сюда тоже не нужно потому что многие почему-то везде фиксатор резьбы льют и так знаете льют нормально а потом не могут разобрать ничего смотрите он прям вот так вот должно быть прям зажимается винтик этот и все и и открутить нереально чтобы он открутился как-то от вибрации еще чего-то нож номер три фара пара 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 обязательно всем отвечу обязательно всем отвечу и у нас воздушная тревога опять паучок и опять китайский так что тут у нас а это у нас как раз воздушная тревога и было в общем ладно здесь у нас народ я сразу вижу шоут видео вот такая вот беда и с этой стороны почти такая же вот в этом же плане третий нож заточить от полировать отрегулировать тоже он здесь разваливается весь здесь вот так вот если я убираю эти люфт страшный вот так будет видно смотрите люфт страшный ну прям китайцы постарались немножко больше чем там ну то есть хотя бы хотя бы что-то что-то более менее похоже а здесь люфт страшный знаете почему потому что просто отпущен вот я смотрите вижу как вот вот видите да смотрите в другую сторону теперь ну поняли да там прям не зажато вообще ничего то есть вот чё с тобой так как так 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 стоять здесь тоже вообще все отпущен я решил померить биту она все открутилась я не знаю хватит ли нам времени потому что это третий нож а уже у нас как бы я не знаю сколько по времени мы с полчасика наверное есть я думаю да играемся так 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 ну да здесь уже более-менее похоже что-то более-менее похоже но смотрю я здесь тоже кто-то что-то лупил короче сейчас я вам покажу народ вот 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 объясните мне что это объясните мне что это поняли да бам то ли этот китайцы так шарик запрессовывает то ли это непонятно что это ну короче печаль беда давайте будем давайте будем с этим немножечко поработать я опять же сейчас сразу сделаю слесарку так называемую то есть мы сейчас перебьем все те и потом уже будем собирать на чистую чтобы не было вы поняли вот 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 там вот уже здесь мы ровно перебьем сутин а здесь вот под этим углом как есть вот так вот короче погнали здесь мы аккуратненько ну то есть я не буду здесь усердствовать просто выровняем его так и здесь точно также легонечко легонечко просто подновим его чтобы вот эти вот следы от шайбы у нас ушли все и здесь точно также легонько легонько попадем в родной сатин просто и уберем царапку вот эту основную которая через весь клин у нас идет короче вот так вот так вот еще лучше чем до аварии родной сатинчик такой у нас будет оставляем и теперь с этой стороны 1 конечно на гриндере это было бы ну в разы быстрее в разы удобнее но как-то пока сейчас не до гриндерами когда-нибудь обязательно я сделаю себе его но пока не до него а царапка здесь лучше чем с той стороны поэтому чуть-чуть придется здесь что больше уделите внимание вот так вот так вот вот так вот да здесь сарапулька так поярче поглубже ну вот теперь уже вот теперь уже мы до нее добрались все видите нет просто она исчезла все 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 дальше пока здесь мы это все выключаем здесь это все мы протираем поджимаем давайте мы сразу с этой стороны винты все четко все четко все здесь как бы ножичек уже хоть более-менее как-то ну такой знаете уже мордатый по желчок по желчок по желчке жесткость какая то у него уже присутствует что что-то ближе чуть-чуть к оригинальным все равно кита китая так так ну ладно шайбочки протираем так 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 не раз раз капнем капельку под шайбу он сорвет так и вот здесь видите тоже опять вообще зажался то есть вот этим винтом тоже вот нужно смотрите мы его опускаем и уже видите да хотя всего это я не крутил это вот этим винтом зажимается излишнее усилие поэтому здесь мы тоже капаем капельку фиксатора потому что зажимать его нельзя ход клинка вот теперь уже все вот теперь можно остановиться вот видите да все работает капельку на всякий случай хотя мы же смазывали хорошо но капельку на всякий случай и капельку опять же на этот самый мы капнем скажите на шарик детента ну этот нож хотя бы ну более-менее как бы такой знаете сбитый до кучки все можно чуть-чуть даже отпустить и будет все very good чуть-чуть можно даже чуть-чуть чуть-чуть отпустить вот вот так как на оригинальном ножи сейчас у нас будет здесь ход клинка в масле видели да руки чуть-чуть не получают с первого раза здесь обязательно тоже на фиксаторе зимина обязательно потому что будет откручиваться толку не будет легонечко буквально на минутку и все вот так вот раз все при этом все клинок автоматически видите по центру затащить все тоже туда дальше дальше эндурик 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 тоже китайский я так понимаю да или нет сейчас поглядим черный эндурик секи сити джапан спайдерка виджи 10 ну китайцы написали все как вроде как положено секи сити джапан а нож китайский но более менее клин по центру надо будет заточить ну заточим это мы сюда ничего регулировать нам более не нужно заточить нож номер 5 и отрепетировать опять же китайский полис китайский полис китайский полис здесь что у нас здесь ого тут какой-то страшный люфт непонятно не нужно откуда ого 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 а вот тут ого прям ладно давайте будем этого ремонтировать так вот иди сюда будем этого ремонтировать так это сюда это сюда на денек сегодня выдался интересно камеры надолго хватит давайте наверно верхнюю камеру все-таки подключу к этому самому скажите как блока питания чтобы она у нас не вырубилась потому что вроде как panasonic сохраняет даже если ну поняли да даже если выключается но на всякий случай мы не будем рисковать мы давать его подключим к блоку питания и упущая себе будет потому что на panasonic и здесь на экране нет ну как бы понимаете до этого аккумулятора ничего не видно ничего не видно поэтому лучше перебдеть чем не добдеть эта камера если выключится малявка ничего страшного эта камера пауэрбанку подключена поэтому здесь вариант один только вот это выключится так 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 здесь у нас здесь у нас здесь у нас здесь проблемка видите на кто-то чё-то там точил кто-то что-то там короче делал хвостовик у нас что-то какой-то пиленный перепиленные то ли он ломался то ли шо ну короче китайские ножи есть китайские ножи на китайские ножи есть китайские ножи и что с этим теперь делать сейчас будем что-то придумывать ну человек просит отрепетировать это все хозяйство значит что-то будем с этим делать так ну здесь все такого топорного достаточно качества и тебя вот 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 что с этим делать и у нас здесь вот люфт получается а его здесь не должно быть по этой причине что мы будем делать по этой причине что мы будем делать у вас есть план да у нас есть план в общем народ опять не повторяйте за мной пожалуйста ни в коем случае пожалуйста я вас прошу не нужно за повторять трюк выполняется профессионалом ни в коем случае не повторять все ни в коем случае не повторять люфт ушел собираемся на место и должно быть все чуть тут кто-то клепал что-то тоже видите да бомбили по нему отели молотком хвостовик разбомбили с этой стороны видите ровно с этой стороны мочили по нему молотком прям видно что дубасили конкретно так дубасили ой кино и немцы немцы кино так я надеюсь люфт ушел у нас здесь все чётенько теперь это стучка нам не нужно а вот здесь вот так вот подновить все тече собираем все на место все должно стать чётенько и и вытягиваем назад вот так раз опять чтобы иголки фиксатор не оставался потому что иначе он опять прихватится фиксатор у нас народ помните да анаэробный это значит что только как прекращает он взаимодействует с внешней средой сразу у него есть желание схватиться так все это мы теперь чуть-чуть подтянем даже ну кась не это уже слишком вот это нормально да да и теперь мы ставим на место коромысла так открываем нож и теперь на место ставим кора мысла и открываем ножичек ставим коромысла на место видите на все отверстия на совпадают четенько поэтому мы собираем ножичек атаку сюда капельку капаем об смазочки вот так теперь с этой стороны боночку вставляем сюда эти на пальчиком поджимаем и открываем не открываем ножичек все все на месте все стало все четенько все смазанную нас нож и люфта теперь у нас нет никакого вообще вообще никакого не правого не левого никакого теперь фиксата капулечку опять же сюда надо потому что тут может быть тут может быть то есть в принципе не должно быть то есть это не должен раскручиваться но вариации есть такие что если мы его пережмем понимаете да подожмем прям чувствительно сильно то у нас есть варианты что он прижмет коромысла замка если мы его сильно подтянем то у нас он может прижать коромысла замка а не должен мы его поэтому подтяну чувствительно так ну проверяем атаку то есть отпускается назад отпускается все замечательно никакого лифта не продольного не поперечного все люфты мы убрали все замечательно все красиво клинок складывается ход мягкий миссия выполнена так эта штучка нам не нужна клипсу ставим на место так клипса 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 вот она так в принципе все протираем здесь что нам нужно заточить отрегулировать то есть вот эту историю мы я так понимаю не убираем правильно или убираем или слегонца давайте поливнем легонечко уберем давайте да наверное просто что не 80-м абразивом наверное все-таки самым-самым мелким абразивом потому что ну будет достаточно грубо смотреться вот мелкий абразивчик уберет это все красиво то есть легонько легонько мы просто сполирнем потому что ну как бы вот прям прям видно это все некрасиво с одной стороны все ровно с другой стороны немножко немножко где-то он пострадал ну мы легонечко попадаем и буквально за пять секунд вопрос решаем смотрите вот так было и вот так стало вроде как ничего тут и не было никакой царапины но для симметрии мы с другой стороны тоже точно также пройдемся вот даже одного раза одного прохода достаточно четко попадали просто в риск ну и теперь смотрите здесь вроде как ничего не в принципе все на заточку так police это у нас нож номер пять был дальше нож номер шесть заточить отполировать лезвие отрегулировать и отцентровать и light grand way ой грандвейв 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 ух какой тяжелый бадабабам бадабаду вот так все все разваливается все разваливается да тут дичь вот тут вот просто дичь какая-то происходит непонятно понимаете да шо шо ужас просто и здесь по заточке тоже просто вот вот так вот просто кошмарно все и здесь люфт и здесь люфт короче он упирается до конца видите упирается до конца вот там вот и все шариком убирается сюда и здесь есть люфт еще раз заточить отполировать лезвие ну полировать я не думаю что мы его будем его просто нужно немножко поправить сами спуске вот потому что ну куда ну вот откуда кто это делал кто этот человек покажите мне а вот здесь вот что за беда вот вот я вот вот за это я больше не понимание у меня что здесь как здесь почему здесь давайте будем разбираться народ для начала мы снимем клипсу чтобы понять хоть что-то чтобы понять хоть что-то так 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 почему здесь все разваливается так почему здесь такой дикий зазор которого не должно быть здесь короче все все разболтано вот она разболтано разболтано просто короче давайте будем разбираться давайте давайте начнем с того что разберем клинок и посмотрим что здесь у нас по по длине клинка и лайнера так две шайбы второпластовые ладно но здесь вот вот здесь тоже что-то короче что-то горело видите да припаленный кончик здесь прям не знаю видно он не видно вот здесь припаленный черный почему он здесь черный вот реально потом что-то его тоже кто-то то ли с молотка бил то ли шо пытался да вот этот уголок подогнули видите да вот здесь вот несколько ударов кто-то колотил а потом пытался ну короче у меня нет слов нет слов нет слов ребята пожалуйста не занимайтесь самодеятельность если вы не понимаете что и как куда то лучше не заниматься тем что не ваше честное слово я вас прошу потому что ну реально вот мне гораздо проще было бы если бы отправили нож без всяких вот художеств его сделать собрать или собрать чем после того как вы уже над ним поиздевались и что-то тут короче натворились что оно все видите как что оно все не туда почему здесь чего не хватает шо здесь не так короче я даже не знаю что здесь здесь должно все быть по идее все нормально она короче тут зазоры такие мне рисуешь шо мама не горюй я в шоке просто так 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 вот здесь вот почему так все печально почему здесь все так печально объясните кто-нибудь мне пожалуйста давайте будем пробовать удалить убрать хотя бы одну проблемку она здесь не уберется просто так мне кажется да потому что здесь соосности нету смотрите как бы если я вот этот вид закручиваю на место да у меня получается вся соосность уходит видите да здесь они такие хитрые сделали видите да какие не отверстия а пазы а вот здесь все равно не совпадают и вот здесь на силам не совпадают то есть ну просто смотрите сколько сколько уходит сюда это одну как такое можно было сделать как такое можно было сделать я вообще не понимаю короче это тихий ужас тихий ужас слышите как крутится давайте покажу вот так вот видели такой нет я тоже до этого не видел как это как это можно такое было и это же продают вы понимаете что это продают людям под видом ножа человек покупает в магазине думаю что он нож покупает он покупает непонятно шо как это можно продавать людям я не понимаю так короче тут у нас полный трэш и не соосность совпадений нет то есть я не знаю как как это все можно было вообще пустить серию и продавать людям начать кто до этого додумался вообще не понимаю кто до этого додумался я не понимаю мне сложно это вообще как бы представить что ну реально реально это продают людям с такими зазорами вот здесь получается что в зазор смотрите зазор хотя вот этот винт уже все он уже посажен до конца и он здесь ну как бы что с ним делать я даже не знаю вот с этим всем как как это можно продавать людям я вообще не понимаю ладно давайте что-то будем думать тогда что получается собираем как есть да собираем как есть вот эту историю давайте попробуем все-таки собрать хотя бы как то хотя бы как то ровно это все скрутить теперь хотя бы относительно относительно так это сюда это соусности вообще нет 0 как я не знаю они это все собирали и как это все на заводе делается куда это что делать здесь мы чуть-чуть подключил ладно я надеюсь что хоть как-то это все должно стать на место ну здесь нормально здесь нормально так поехали давайте теперь 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 эту штучку на место это просто да мне кажется что сейчас вот эта камера выключится поэтому давайте мы хотя вроде как еще есть что-то там но вот так вот я просто выше переставим ее ставим зарядку и пускай она себе так будет так теперь клинок давайте здесь прямо видно что она все завалено на одну сторону будет и как с этим бороться я даже не не представляю себе ребята пожалуйста не покупайте такие ножи потому что ну реально это шну издевательство над собой просто издевательство над собой так так это сюда так и еще один винтик у нас сюда до коротыш сюда идет вот эти два идут сюда правильно правильно да это сюда короче народ это просто ужас какой-то вот 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 ну и шо ну и у нас все получится я надеюсь да я надеюсь что да так сразу осевой зажимаем зажимаем осевой настолько насколько это возможно зажать его и пока даже люфта нету но он крепенький пока какой-то а он крепенький потому что у нас мы поняли да вот ну нет соосности вот этот винт у нас сейчас стоит не ровно вот так вот а вот так вот осевой поэтому естественно что он будет упираться в этот угол но сейчас попробуем это все нивелировать так стягиваем теперь вот этих два сейчас попытаемся это все выкрутить болтами раз болты вообще пластилиновая что мы имеем в принципе почти 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 у нас получилось сейчас на силой посадим уже на фиксатор ну что это такое ты сама себе живешь своей жизни выше так давайте мы смазочки сюда к пулечку закопулька закопулька ох как заходил хорошо пламенько как все залетало сразу кнопочки песня так фиксатора капулето вот сюда вот так аккуратненько просто ужас а не нож просто кошмар на колесиках мне родной то ну смысле оригинальный там уж не очень заходит видите да еще ну вот вроде как что-то к этому у нас и подошло короче клинок по центру народ ну вот вот эту историю видите насколько можно мы вытянули но вот так вот клинок по центру и до конца видите теперь лайнер не упирается там есть просвет но это все это все что можем из данной ситуации выжить дальше по вот этой истории я даже не знаю что что здесь лучше делать лучше не делать наверное точно также полирнем вот нижних до спуска раз и два верхние трогать не будем потому что здесь у нас сверху пескоструй какой-то поэтому мы его трогать не будем ну и в принципе все все что мы могли сделать мы сделали хозяину ножа попрошу ну как бы не не лезьте туда не нужно его трогать потому что назад вы его уже не соберете честно говорю это такой нож который вообще я бы не советовал покупать даже я не знаю как вы помните там пословица есть в раму не посоветуешь вот вот не посоветовал вообще никому врага у меня вроде как бы нет да может есть но я не знаю но тем не менее вот не посоветовал бы вот этих три винта ну почему же не сделать их в лайнер чтобы не этот лайнер видите притянули это же ну просто можно было сделать и вот этих три винта притянули бы вот эту щель которая у нас есть мы ее уже никак не не дотянем потому что нечем дотянуть а вот если три винта вот этих заходили в лайнер они там дырку взяли сделали зачем вот если три винта в лайнер заходили мы бы от этой щели избавились бы ну легко и непринужденно то есть они бы втянули лайнер притянули бы к себе вот так вот клинок по центру но тем не менее вот эта щель немножко видите есть летается раз раз все четенько все хорошо все замечательно полирнем мы это все ну давайте сейчас полирнем чтобы мы потом уже просто точили опять же на этом самом 240 абразиве мы это сделаем легонечко опять же раз света вот так вот раз короче народ вот так вот раз вот так чуть-чуть видите да здесь видны конечно царапины более глубокие но их снимать не имеет смысла все так дальше что у нас тут 7 ух ты мама моя родная шо это с ним приключилась понимаете да что то с ним какая-то какая-то с ним история приключилась я даже не знаю как вам показать но там очень крупная риска идет но она не от ленты не от рендера она просто вот как бы показать никак не покажу глазами это вижу а вот вам показать на камеру не получится то есть это просто риска от камня потом вот такого абразива то есть это где-то шестидесятое зерно и прям абразивным камешком на заводе это все делалось я не знаю как это на камеру показать чтобы было видно но вряд ли это получится поэтому мы берем восьмидесятое зерно и сейчас перебьем в него опять весь этот клиночек давайте еще раз покажу до вот так вот до и сейчас покажу после погнали так и теперь фальшик раз с одной стороны и раз с другой стороны и в принципе в принципе народ все теперь смотрите вот так вот это выглядит и вот так вот это вы это пальцы это пальцы 22 пальчиком и все нет и на перед . все теперь это у нас чтобы 7 теперь 8 8 8 8 8 ух ты мама моя родная тихий ужас какой-то не ну что если честно когда-то такое я делал уже 8 заточить 60 hrc в чехле джентльмен ну я сомневаюсь что 60 hrc здесь есть м 390 даже написали китайцы ну какое м 390 я думаю вот вот так вот понятно даже на что здесь нет 300 90 и не 60 hrc хотя люфтов видите вроде как и нет ну ка если убираем лайнер если сразу появляется так давайте мы тогда разберемся с ним чуть-чуть поджимаем и эти клиночек сразу стремится ближе к центру стало быть что нам нужно сделать нам нужно открутить здесь подшипники что-то с моей твердкой начало западать капнуть сюда капельку раз капнуть сюда капельку теперь вот так вот сделаем чтобы это все туда протекло и зажимаем не давайте наверно все таки на фиксатор резьбы сразу зажимать потому что если не капнуть капельку фиксатора резьбы на палец себе капнул то здесь держаться это все не будет поняли да и рано или поздно клиночек разболтается нужно зажать на фиксатор резьбы и тогда все будет держаться кучи и клиночек должен стать сейчас по центру сейчас посмотрим здесь подшипник у нас понимаете да в принципе клинок ходит но вроде как чуть-чуть так знаете чего-то не хватает то есть капельку нужно капнуть вот сюда и мне кажется что все станет на свои места так и теперь должно все а и теперь проверяем на люфт люфта нет проверяем на центровку видите да все нормально все по центру ну клиночек еще немножко станет мягче потому что подшипник я так понимаю что там давно не смазывался теперь все будет ну и заточить да да есть такое дело клиночек теперь спит смотрите прям по центру по центру далее 9 заточить так это это сюда заточить 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 вижу нормально то есть здесь более-менее все клин трошечки убежал что тоже видите на чуть-чуть стороночку не сильно чуть-чуть есть и я бы его чуть-чуть все таки ну пусть ну да есть небольшой люфт небольшой люфт точек есть я бы его чуть-чуть смазал бы просто и поджал и тогда прин стал бы прям ну по центру так видно что он чуть-чуть чуть-чуть видите да вот сюда прижимается а если его чуть-чуть прижать смотрите вот я прям прижимаю руками видите да и он стремится на центр давайте мы тогда сделаем это капнем капельку 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 смазки капню давайте мы его теперь раскрутим знаете как раскрутить данный данный вот а вот там вот видите есть под под 8 торкс у нас посадочное место пробуем его лягонечко-легонечко у нас это все раскручивается так пошевелим клиночек чтобы он нормально протек минут наш все и теперь на фиксатор резьбы и поджимаем стоять 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 и опять вытягиваем так и теперь нажимаем вот 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 и клиночек смотрите у нас автоматом становятся прям центральные не все сыграйте году и девяточка есть и 10 заточить отполировать лезвие бог сегодня денечек тогда вот и духа опа здесь народ вот так полированный клинок и с двух сторон он немножечко по царапулькам клин по центру на удивление все четко опачки ну что давайте сделаем красиво конечно здесь немножко видите болтается ну и так пара люфт есть давайте мы сейчас посмотрим можно ли вы чуть-чуть поджать да можно давайте мы это сделаем то есть мы чуть-чуть отпустим клин капнем сюда блюлюбчика и туда и туда чтобы он затек потом понимаете да он сухой там был и за счет этого вот так он болтался мы сейчас его смазали и теперь тоже фиксатор резьбы капулечку капаем и зажимаем за счет того что там смазка на своем месте будет у нас будет клинок четко поджат клинок будет четенько поджат но при этом ход клинка будет достаточно мягкий потому что там достаточное количество смазки у нас и зажимаем раз поджимаем видите да я поджал нормально а он нормально так себе хлипает хлипает о уже пережал теперь чуть-чуть назад все четко флип мягкий четкий и дальше раскручиваться здесь ничего не будет потому что фиксатор держит кроме того я бы еще бальстерочек полярнул ну потому как видите он такой побитый полярнем сейчас бальстерочек и клинок в принципе все по механике мы всего добились что нам нужно правильно правильно только неправильно поставил это бито сюда это бито сюда так 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 раз два три четыре пять да видос получится конечно длинный попытаюсь его порезать но не думаю что это сильно поможет так 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 второпласт 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 вот кусочек у нас остался этот это лишний так 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 все поехали вот это еще сюда забыл положить так поехали поехали это нам не нужно нам нужен вот этот кружочек с него мы и начнем с него мы и начнем и нам нужно будет паста диалюкс белая серая нам не нужна это слишком грубо а беленькая пригодится делаем вещи делаем вещи Вуаля И вуаля Смотрите, что Смотрите, что я вам покажу Вроде как ничего и не было А было? Было вот так вот Видите, а теперь вот так вот Сейчас мы сделаем с другой стороны точно так же Еще будет вроде как И должно быть так Все, теперь что мы делаем Вот этот кружок нам более не нужен Мы его снимаем Берем вот этот кружок И берем вот эту историю Раз, раз, раз Это мы пока сюда Это нам еще нужно будет Но пока нам нужен сейчас вот этот круг И белой пасты много-много Делаем красоту Все будет вроде как с заводника Теперь что мы делаем? Мы клинок Привели в порядок Давайте я вам покажу Что здесь у нас все проблем нет Нужно будет только заточить Здесь у нас все блестит Вот так вот И здесь у нас все блестит Вот так вот Складываем И то же самое Больстер По кругу сейчас Давайте я покажу до Видите, да? Мелкие котские такие И здесь то же самое Добавляем чью-то пасты И поехали по кругу Полернем его Чтобы ему было Не стыдно на люди выходить Вот так И деревяшку тоже По кругу пройдем Сейчас сделаем ей красоту Так Опачки И вот так С этой стороны И с этой стороны Бушок тоже Все Проверяем Люфтов нет Все замечательно Все чудово Все Все блестит Народ Чтобы вы понимали Ента выглядит Ну давайте не так Давайте вот прямо Из Из-под круга Чтобы даже следов пальцев Не было видно Вам покажу Вот так Раз С одной стороны И с другой стороны Короче, вот так Теперь пальчиков здесь нет Даже Гореть Гореть Бальстарочек Тоже гореть Ну и здесь уже пальцы Замазал Короче, вы поняли Все нормально Все Вроде да Теперь точим Или нет Все-таки давайте еще Мы уберем Чистым Кружочком Это все Так В эту сторону В эту сторону Ну-ка Чистым кружочком Уберем Вот это все Где-то там Остатки пасты Может быть Еще что-то Мы сделаем Красиво Да Да дает Сразу видно Что Ух Загорелся Дает Блеску Главное сейчас Кнопку не нажать Бо Клинок Как выстрелит И Будагора Понимаете, да? Смотрите Как Кружочек Додает Горит Как у кота Это Миска После виска Вот Так же Зло Что скажите Таки да И то же самое Здесь Раз Два И обушок Вот так Где больше нравится А вам? Пишите в комментариях В принципе Вроде как Все Тряпушка Нам еще нужна Это нам уже не нужно Штангелечек Нам не нужен Но халежи Вставать не будем Поехали Вот так Вот выглядит Клиночек Точим Слушайте И теперь Хоть руками Только Палец Раз И сразу Отпечаток Остается Точим Мне все равно Первый Второй Третий В обратный Путь Как хотите Так и Будем Точить Для меня Роли Не играет Это Абсолютно Сейчас Секундочку Хруст Не спил Вот так Упираю сюда Руками И Не слышно было Наверное Думаю вам Но мне Чувствительно Стало легче Все Поехали В заводской Подводник Попасть нам Желательно Есть 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 Все И теперь С этой стороны Финальный Подводник И теперь Смотрите Что я вам покажу Вот такой подвод От начала До конца Ну И вот так Вот выглядит Подвод С другой стороны Ровный Красивый Аккуратный И симметричный Фокусируйся Видите Да Там заусенку Прям видно Еще Но сейчас Мы ее собьем Подвод довольно Широкий Ну потому что Заводской Подвод был Широкий Поэтому Поэтому Как-то так Попадаем То же самое В заводской Подвод И Аккуратненько Выводим Его Раз Два Тоже Подвод широкий Повысится Потому что Заводской Подвод Широкий Надо было Показать Наверное Да Ну в принципе Я показывал Этот нож Здесь Его нужно Было бы Конечно Сверху Что-то Безобразие Такое Тут Непонятно Да или нет Или да Или нет Нет Давайте Мы Все-таки Вот так Вот Сделаем Что-то Что-то Грязное Мыть Не Охот А Просто Сейчас Идти Поэтому Собьем Это Все Вот так И Все Этого Более Чем Достаточно Все По красоте Теперь Кубочки Так Поехали Гриндуэй Короче От начала До Конца Вот Такой Ровный Идеальный Подход С этой С этой Стороны Точно Такой Же Следующий Так Мы в обратном порядке Та дойдем Следующий Сказал Заведующий До Давайте Покажу Потому что Забываю Здесь Кончик Подпаленный Видите Чищий Б Чуть Чуть Темненького Цвета Такого Здесь Самые Кончики И дальше Ну Как бы Фокусись Покажем И сейчас Мы тоненько Тоненько Попытаемся Попасть В этот же Подвод То есть Вы понимали Тонким Подвод Мы не Сделаем Но То есть Нам нужно Попасть В этот же Подвод То есть По другому У нас Не получается Ну Как бы Сделать Нормально Нужно Попадать В этот же Подвод Но Я имею Ввиду Тонко Это С минимальным Количеством Повторений Поняли Да Но Чтобы Выровнять Здесь Плоскость Она Плавающая Вот Вот И вывести От начала До конца Поэтому Вот даже Вот здесь Смотрите Покажу До того Как начал Почти Вот Вот отсюда Где началась Режущая Кромочка Подвод И здесь Смотрите Где Вот 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 так Вот Как-то Вот 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 Видите Да Вот Здесь Вот Чуть Как бы Там Немножечко Мы постараемся Это Все Сейчас Выправить Короче Народ Вот Так Вот Получилось Такой Подвод Получился Вот Тут Мы Видите Убрали Этот Запил И Вот Так От Начала До Конца Сделали Два Подвода Ну Максимально Постарался Их Сделать Симметричными И Одинаковыми Насколько Это Возможно Поехали Дальше Здесь Нужен Тоненький Тоненький Красивый Подвод Мы Уберем Остаток Дульки Ее Здесь Уже Нет И Теперь С этого Места Тонко Тонко Сделаем Подвод Тонко Тонко Ну Вот так Раз От начала До конца И С этой Стороны Такой Тонкий Тонкий От начала До конца Так Следующий Тилайт 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 Здесь Тоже Страшные Подводы Мы Попробуем Выровнять Сделать Симметричными Двумя В смысле Симметричными Двумя Ну Вы поняли Два Подвода Сделаем Попробовать Симметричными Уже Новые Вне Зависимости От старых Потому что Если я буду Постраиваться Под старые Подводы Ну То Я Опять Сделаю Тоже Безобразные А так Я уже Сделаю Два Новых Подвода Абсолютно Постараюсь Не Сделать Одинаковыми Ну Вот Здесь Помните На кончике Очень широкий Был Подвод Поэтому Так же Мы не будем Делать Чтобы Ну Поняли Не на Косячить Мы делаем Уже Свои Подводы Независимые От Первых Они Просто Ляжут Ну Вот Вот Так Чуть Чуть Будет Видно Что Здесь Здесь Был Шире Подвод Вот Так Видите Ровно Красиво Одинаково От начала До конца Ровно Красиво Одинаково От начала До конца Но Вот Здесь Видно Что Он Зализанный Чуть Был Шире Чуть Подвод На кончике Поэтому Никуда От этого Не денешься С этой Стороны Вообще Мы попали Четенько С этой Стороны Был Очень Широкий Зализанный Подвод Мы Как бы На него Сверху Положили Свой Подвод Ну В общем Вы поняли Да И Все Выровняли Чтобы Было Здесь Как бы Есть Заводской Подвод И В него Мы Сейчас Попадем Поехали Здесь Конечно Ножичек Сам по себе Скучен Криво Давайте Сразу Покажу Вот Так Видите Да Трошки Криво Это Не Суть Нам Сейчас Нужно Ровный Сделать Подвод Ровный Сделать Подвод Так И Поехали 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 Опачки Есть Еще Еще Себе Помните Да Себе Что Значит Себе Так Вы Поняли Да Почему Я считаю Подвод Поехали Поехали Нужен Еще Еще Нужно Еще Меньше 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 Ямка И Потом Оп Все Она Ушла Нет Ничего Все Четненько С той Стороны Одинаково Абсолютно Все Поехали Своей Дороги Вот Здесь Он Узенький Идет И Кончик Он Сильно Расширяется Поэтому Мы Сейчас Постараемся Сделать Одинаково От начала До конца То же Самое Берем Опачки И Сначала До конца Идем 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 Ну Все С первого Прохода Мы Попали Опа И тут Нет Со Второго Нет А вот С третьего Вроде Как Но Еще Нужен Один Проход Вот Теперь Все Попали И Теперь С этой Стороны Выравниваем Заусенку Убираем Заусенку И В принципе Все Смотрите Теперь Что я вам покажу Ровный подвод От начала Видите Такой же ширины До конца Он идет То же самое Смотрите От начала И такой же ширины Он идет до конца Вот Абсолютно И с этой стороны Точно так же От начала До конца Одинаковый Так Следующий Сказал заведующий Поехали Тоже Здесь Конечно Смотрите Вот сюда Смотрите Вот в эту точку Видите Да Как сдвинуто Вот в эту сторону Режущая кромка Завалена туда Ну я надеюсь Видно Даша Вот Вот так Вот Непосредине Вообще Ни разу То есть Китайцы Хотя Пара миля Ничем не лучше Оригинальная А иногда Даже сильно хуже Кто не видел Посмотрите Народ Как видео называется Вопрос К Сэлу Глессеру Наберите В Ютьюбе Посмотрите Видео называется Вопрос К Сэлу Глессеру В общем Там Ну ни разу Не лучше В принципе Вот и все Опять От начала До конца Ровный подвод Такой же Самый С этой стороны От начала До конца Все Осталось два Осталось два ножа Осталось два ножа Здесь конечно У нас наоборот Все Смотрите Здесь у нас Тоненький подвод И пошел 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 Сюда Тут уже две плоскости Видите На кончике Вторая плоскость Пошла Здесь он сильно шире Здесь он сильно уже Здесь он тоненький Переворачиваем Бум Широченный В начале И пошел наоборот Здесь тоненький И опять кончик Шире пошел Наша задача Все правильно Нивелировать Вот эти все Переходы И сделать Одинаковый подвод С двух сторон Сталька Отвратительный Пластилин Шире 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 ну и вот что мы имеем от начала до конца одинаковый подвод от начала до конца одинаковый подвод все дальше то же самое тут как бы вот вообще смотрите какая история вот вот здесь сюда вот такой заход и здесь опять вторая плоскость какая-то нарисовалась у нас есть ну ты ничего страшного там и сейчас все поправим поехали то же самое китайцы чудо смотрите как спущен нож вот так куда зачем почему и какую-то сталь такую нарисовали что я такого вообще не видел не слышу bd1n не пробовал понятно что здесь непонятный пластилин стоит но смысле стальки я это и тоже на зуб не пробовал что за железяка попробовать бы ее сейчас и я знаю вау это это реальная хорошая сталь а в общем пластилин еще тот но мы сделали его ровным симметричный все на поехали теперь достичка рано сначала так давайте листик бумаги сюда иди мусатик протираем и понеслась будем сразу упаковать ножи видео получится я не знаю но делить его на несколько частей непонятно как то ли залить его как есть кстати да здесь не было вообще ничего написано про регулировку он разболтанный весь прям прям разболтанный разболтанный если не написано да то это не значит что не нужно этого делать народ короче да а вот здесь вообще видно хорошо отпущен видео по винтику видно даже что отпущен поэтому сейчас мы берем восьмой торкс и ну как бы смотрим что у нас получится да у нас получится его поджать без фиксатора резьбы в принципе даже хотя лучше все таки наверно да все правильно вы поняли я тоже так подумал что мы капнем сюда фиксатора капельку будет наверняка уже буквально к плюшечку вот вот видите да теперь закрывается открывается и клиночек спит по центру все вот теперь это его ход а а то как-то да видите человек не написал а я и стыду своему не проверил ну как бы я по списку работаю поэтому да мы уже это сделали процедуру или нет я уже если честно запамятовал раз и теперь короче народ вот так выглядит ножичек давайте мы будем его взбрызгивать с двух сторон есть чистая тряпочка у меня нет чистую тряпочку забрать лучше это уже в этом самом блюлюб щеки поняли и будет в любом случае не то здесь будет то вот так вот вот двух сторон на ровно красиво одинаково и вот так вот он режет и и вот так вот он закрывается первый пошел ладно я после каждого раза убирать не буду второй здесь все четко уже а то такой беру нож он болтается ничего себе думаю вроде что мы так не договаривались вроде ж мы так не договаривались опять же давайте мы его взбрызнем вроде ж мы так не договаривались вот так вот раз вот так вот два все ровно красиво одинаково и представляете он даже острый и при этом все вот так вот раз и он складывается это у нас два теперь обязательно народ всем отвечу всем отвечу обязательно но не всем сразу раз раз два и теперь то же самое проверяем а он режет представляете и то же самое смотрите раз и двойенький очко нож складывается это был три теперь номер четыре а я его забыл да 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 забыл сбрызнуть вот это тебе заработался заработался забыл сбрызнуть и вам же забыл показать да как он выглядит чистый вот так вот он выглядит чистый с ровными подводами и вот как раз леонечко складываться не давайте сначала мы его на мусатике потом на досточке а потом уже забрызнем раз два теперь брызаем его теперь протираем его ну теперь показываем его одинаково подводами сам за конца клинок мы здесь не трогали помните да какой он есть такой не какой он был такой он остался помните как в песне каким ты был таким ты остался четыре то же самое берем полис легонечко раз два легонечко три и четыре здесь нужно и на серый пластик и на белый пластик теперь чипс чипс и вот так вот все полис помните был покорябанный теперь он как новенький с двух сторон одинаковый подвод имеет все ровно раз это у нас будет пять да да пять так ну это у нас будет соответственно шесть соответственно шесть соответственно брызгу на него и протираем его и вот так вот и раз и вот так вот два то есть одинаковые подводики относительно друг друга есть клин заходит видите не до конца все нормально вернее клин ну вы поняли дальше имею ввиду и спит он тоже относительно вот двух лайнеров прям по серединочке теперь следующий все все тут как-то тоже он что-то вроде как такой под разболтанный чуть-чуть я б его это хотя вроде как лифта как такового грамм шап сильно нет но я б его чуть-чуть поджал не чуть-чуточку ну да вот так вот лучше но хотя и же выше видите нужно проверять все потому что хозяин написал что что нужно делать тут и там и чуть-чуть болтается вот так вот выглядит клиночек теперь и вот так вот выглядит там подводик видите да вот с этой стороны тоненький красиво аккуратно вот он раз и с этой стороны такой же симметричный и он еще поэтому в придачу ко всему видите еще и режет острый вот это да сегодня ролик будет неожидали кто его будет монтировать и сколько по времени в общем народ а есть контакт давайте тоже брызнем и поглядим что у нас здесь тоненький подвод вот эту карусель мы убрали видите да ровно теперь из двух сторон это все усыграете к душе хотел тонкую такую вот так вот хотел сделать короче и клиночек даже тут спит теперь тоже по центру так последний нет предпоследний герман 2 грандой 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 теперь вот так вот обучки подводик видите ровный от начала до конца, подводик ровный от начала до конца. Кроме того, он еще и режет. В принципе, народ, последний ножичек у нас теперь. Давайте опять, хотел сразу запечатки и стеретьбу. Сразу бросаются в глаза отпечатки. Но мы давайте сначала приведем в порядок режущую кромку. На всех ножах сталь-пластилин, вот здесь более-менее 440 сталька и я верю, что у нас здесь 440 сталька. То есть, более-менее здесь она нормально тащилась. Все остальное пластилин. Так, так, так. Все. Теперь чикс, чикс. И протираем сразу больстер и сразу клиночек. И получается у нас вот так вот. Больстерочки, клиночек. Все натертое, все горит. Кнопочка работает и он флипует. В принципе, народ, на сегодня. Мне не показал, да? То вы думаете, что может быть иначе? Или может быть? Это я не дорежу. Или думаете, что может быть иначе? Режет, бреет. С вывертами могу сейчас тут. С подвывертами. Могу побриться даже если надо. Могу всеми побриться. Я просто уверен, что... Видите, да? Вот они. Что это... Ну вот. Ну вот. Просто волосы подпрыгивают и убегают. Не этим. Вот этим. Все, в принципе, народ. Подвод вам не показал, наверное, да? Давайте покажем подвод. Такое же от начала до конца он уходит. Вот. Покусись. Вот так вот. Ровненький, красивый, одинаковый. И вот так вот с этой стороны. Ровный, красивый. Одинаковый. Отпечатки пальцев только надо теперь. Ну, я не знаю, как хозяин с этим будет бороться. Видимо, как-то он с этим до этого жил. В принципе, клиночек тоже по центру у нас здесь. Все нормально. Вот такое у нас, народ, видео. Чтобы вы понимали, 3 часа 25 минут у меня там. А у вас я не знаю, сколько это будет. У вас явно будет что... Ну, постараюсь сейчас хотя бы ложиться. Потому что, ну, реально 3 часа 25 минут без перемотки взять и закинуть, да? Так, вот этот, по-моему, вот здесь был, да? Вот так вот. Если по картиночке судить, то вот так вот он лежит. О, видите, да? На сегодня все, народ. Давайте. Пока-пока. Увидимся. Что, зайка моя? Это все уже закончил? Я вот уже только что закончил, да, солнце мое. Уже все? Да, уже все. Давайте, народ. Зайка, что там? Забегай, только быстро. У меня тут холодно. У меня тут холодно, зайчик. Ты простудишься. Ты простудишься. Это ножик? Да, это все ножики. Давай, выбегай отсюда, потому что у меня тут холодно. 23 градуса. Ты уже закончился? Да, да. Я сейчас закончу, соберу все ножики. Выключаю, конечно. Выключаю сейчас. Уже выключил. Ох, как там у вас жарко. Зайчик, чтобы ты тут не простудился у меня. У меня, наверное, 23 градуса. А на улице, чтобы вы понимали, 32 градуса. Такой большой перепад температуры. И очень легко, особенно ребенку, можно заболеть. Тем более он голый. В принципе, на сегодня все. Давайте. Пока-пока. Увидимся. А, выключил уже, да?